Дима Кусев Дима Кусев Дима, вы в зале? Дмитрий Кусев Вижу вас Дима Кусев, эксперт в области велосипедного движения Живёт в Ростове-на-Дону Где погода не мешает передвигаться на этом виде транспорта круглый год Дима, привет! Как вы объясняете положение инфраструктуры велосипедной в Ростове-на-Дону? Неудовлетворительно А в Москве как вам? Министр транспорта Максим Алексутов очень любит велосипеды, вы обратили, наверное, внимание что у нас как раз, мне кажется, хорошая инфраструктура в городе Как оттениваете? В большинстве своём, если говорить на чистоту вообще не вдаваясь в какие-то детали и подробности спасибо, что она хотя бы есть но в большинстве своём даже в Москве, к сожалению инфраструктура является некой показушностью то есть это иллюзия инфраструктуры ну потому что инфраструктура сама по себе, она должна обладать некоторыми, скажем так, условиями и одно из них, в первую очередь это удобство это безопасность и это разграничение потоков в том числе, если мы говорим сейчас в частности... ну про специальные дорожки, правильно? про специальные дорожки и так далее, да а вы у нас на велосипеде катались? в Москве? конечно, не далее чем вчера подпишитесь на мой инстаграм как называется ваш инстаграм? гвоздодёров гвоздодёров, подписывайтесь все на инстаграм срочно, да, я вижу я без телефона просто я подпишу хорошо будете смотреть когда... да, 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 я поняла все, да, и все подписывайтесь если кроме шуток, то есть меня этот вопрос как раз потому и волнует что я не удовлетворён и я знаю, что можно лучше есть множество примеров ну хорошо, вот три самые я очень удивлена, потому что мне как раз вот кажется, что в Москве очень удобно это как-то быстро возникло велосипедное движение и достаточно быстро мне очень понравилась эта система когда ты можешь в центре города взять велосипед удобные разметки, удобные дорожки и всё это очень доступно вы говорите, что можно лучше спорить не буду, всегда можно лучше три основные инициативы которых, например, там не хватает даже в Москве на ваш взгляд во-первых, есть... давайте говорить не только про инфраструктуру а про даже ту же самую регламенты у нас есть регламенты, ГОСТы, СНИПы которые нарушают, ну, которые для того, чтобы создать нам удобную инфраструктуру нам нужно нарушать и, соответственно, этого никто не может сделать также есть законодательные ограничения которые, например, не позволяют велосипедистам там, пересекать дороги по пешеходному переходу Вы знаете, вы еще в рамках экологической ситуации в мире вы наступаете. И вот прям такое ощущение, что вот мужчины делятся на велосипедистов и автомобилистов. Вот в чем основное отличие велосипедиста от автомобилиста? Принципиально. Сразу хочу сказать, что вот я не сторонник того, чтобы нас вообще разограничивать. Я не против автомобилей, не против пешеходов в том числе. И уж точно мы не свалили с Луны и не инопланетяне. Мы люди, которые любят велосипед использовать, может быть, чаще, чем остальные. А как вы считаете, вот я разговаривала с мэром Токио, и он мне сказал удивительную вещь. Я говорю, а когда появятся летающие такси? Он обозначил порог 24-25 года. Я не знаю, будет в 24-25 году в Токио летающие такси, но вы понимаете, что в ближайшие десятилетия они неминуемо появятся. Вот мир движется в сторону все равно как бы технологии ускорения, автопилотов. То есть понятно, что роль человека в движении становится минимальной. Вообще, как вы считаете, вы любите футурологию, любите разговоры про будущее, наверное? Ну, я... Как гиперспективы у вас у велосипедистов? Ну, давайте так говорить. Наша вот, если уж говорить на чистоту и про Россию в частности, мы немножечко отстаем по многим параметрам. Я не... Ну, в прошлом году был на мировой выставке в Афридисхафене, которая проводит вот именно велосипедная выставка. 90% это электровелосипеды, это велосипеды, которые уже обладают... Это, в общем-то, для меня как раз. То есть вы сел и тебя понесли, правильно? А вы, кстати, как, предпочитаете велосипед? Если да, то вообще передвигаете? Вы знаете, у меня один раз в жизни был такой опыт. То есть я в детстве гоняла на велосипеде, все время падала, а потом очень боялась. И в зрелом возрасте я села на велосипед. И сейчас вы, конечно, вот не смейтесь, но у меня ощущение, как я классно еду. А потом я поняла, что это был электрический велосипед. Я не против ни электрификации велосипедов, ни будущего. И вообще, если говорить о велосипедах, это, скажем, средство малой мобильности. А вы видели «Слугу народа» сериал? Вот я спрашивала. Видел. Он тоже первый, он первый приедет на велосипеде. Да, президент, который ездил на велосипеде. Я когда стану депутатом, тоже на первое заседание приеду на велосипеде. А почему только на первое? Потому что потом я нацелел заседание выездные на велосипедах. Мы будем вместе делегаться на велосипедах и инспектировать велосипроструктуру в городах и в городах вообще. Ну, то есть вы потенциально министр транспорта, я так понимаю. Ну, так, если глобально брать. Минимум, минимум. То есть президент максимум. Потолка нет. Это тоже не максимум. Мы не будем... Потолка нет, потолок вы же сами... Да, я сказала, да, рука, да. В каком-то периоде, скорее всего, да. Да, да. В каком-то периоде в своей жизни, да, скорее всего, министр, президент и так далее. Здорово. Можно, кстати, еще возглавить миссию Илона Маска на Марс. Возглавить как раз всю... На велосипеде. Да, экспедицию на велосипеде. Можно и сам. Нет, но вы ездите. Это дело совершается. Да, это классно. Но у меня все-таки к вам вот тоже такой вопрос. Во-первых, хорошо, что у вас чувство юмора. Политику, которая в современном мире, чувство юмора, он ездит на велосипеде, кстати, шансы гораздо больше, чем у того, у кого нет чувства юмора, он ездит на Майпахе. Поэтому хочу вас спросить, а что вас подвигло прийти в партию новые люди? Велосипедисты же они такие, юршистые и независимые. Велосипедисты, как мы уже с вами договорились, это такие же самые люди, которые также... Нет, ну слушайте, ну как они такие же люди, когда очевидно, когда ты слышишь на велосипедисту, что на машине быстрее. Но нет, вы садитесь на свой велосипед и все равно едете. Не всегда и не везде. Ну что, если одного-то было, что и то да, но пешком тогда уже иди. Зачем на велосипеде едешь? Ну, вопечное же просто. На электровелосипеде вы же говорите. Ну, это тоже на электросамокате. Нет, это тоже стереотипы, на самом деле. У нас на сегодняшний день, опять же, может быть, да. Но это все, опять же, следствие и инфраструктуры, и то же самое отсутствие веломентальности. У нас в голове, нам кажется, что нам будет быстрее, но давайте отнимем парковку, давайте отнимем эксплуатацию автомобиля, заказованность и так далее, и так далее. И мы когда эти, просто на одну чашу весов положим вот это вот все, всю эту кучу, связанную с автомобилем, и просто один велосипед. И мы сразу можем, ну, понять, где что перевешивать. Вот вопрос, вот все-таки, так как вы говорите про инфраструктуру, я была поражена, я не видела этот фильм, я его видела где-то год назад. То ли в 80-х, то ли в 90-х, боюсь сейчас ошибиться, Стив Джобс сделал большую презентацию. И в этой презентации тогда были вот эти первые прообразы города для айтишников. И так это было прикольно придумано, такой общий вид был, как будто это такая, знаете, огромная тарелка. И смысл заключался в том, к чему мы пришли на пандемию. Максимальная близость к дому. То есть, условно, чтобы вот все было в шаговой доступности. И если эта концепция, а еще и в связи с коронавирусом, в связи с теми вызовами, которые появились в современном мире, она возобладает, то возникает вопрос, что мне будут делать велосипедисты, если все будет в шаговой доступности? Ну, если эта система превозобладает, это, опять же, это тоже некий футуризм своего рода. Потому что, глядя там, как разрастаются наши города, есть подозрение, что будут, скорее всего, наоборот. То есть, города растут, плотность населения тоже. И мне кажется, что наоборот, в данном случае, велосипедисты будут играть важнейшую роль. Потому что велосипед все-таки, откинем в шутки, для большинства людей, скажем, среднего достатка, да, или там, небольшого достатка, это самый доступный вид транспорта, который не требует, ну, там, больших экономических вложений ни на содержание, ни на его обслуживание, и который позволяет тебе передвигаться, дает тебе полную свободу передвижения. То есть, о плюсах велосипедов, у нас просто с вами не очень много времени, но мы с вами подпишемся и будем там дальше продолжать. Я поняла, что ждет близкое будущее. Да, очень близкое, мы с вами на велосипедах, я надеюсь, прокатимся. И вопрос же в том, что велосипед это и транспорт, для кого-то спорт, для кого-то развлечение, для кого-то транспорт. И он может играть в жизни каждого человека очень существенную роль. Вот как вы правильно сказали, в детстве у каждого был велосипед. Я просто, глядя на вас, знаете, о чем думаю? Я Ростов-на-Дону неплохо знаю, и неоднократно в вашем городе была, и вот у меня возникает такая мысль. Все-таки Ростов-на-Дону южный город, и понятно, да, вот все равно ты смотришь, там парни в машине едут, девушки на них обращают внимание. А я на вас смотрю и понимаю, что вот это первый случай в своей жизни, когда я вижу парня на велосипеде, и отказать ему невозможно. То есть, это такое велосипедистное обедание для совсем юных, но вы очень реально одержимы своей идеей человека. То есть, вы хотите лучших условий для велосипедистов, это же как бы, да, там все равно как образ жизни. Это для свободных людей, которые хотят быть максимально зависимы от собственной силы. Потому что, ну, если уж серьезно говорить, это надо с утра выйти, собраться, сесть, поехать, крутить педали. Это же тоже определенный способ мышления. Поэтому, вот заканчивая наш разговор, я не могу у вас не спросить. Вот, как вы считаете честно? Вот в нашей стране эта фраза уже обесценена. Может ли конструктивная оппозиция чего-то добиться? Обычно никто не в эту конструктивную оппозицию не верит, и в то, что добиться. И, тем не менее, я хочу вас спросить. Вот вы тридцать человек, который выходит на сцену. У меня, кстати, не было ваших фотографий, когда я как бы выбрала вас. Но вы все молодые, спортивные, любящие жизнь. Такие, как бы, ну, вот, на самом деле, от самого лучшего понимания люблю жизнь. Вот вы верите в то, что конструктивная оппозиция может добиться реальных изменений в нашей стране? И эта конструктивная оппозиция реально может быть в лице новых людей? Я считаю, что одна буква в нашем сейчас случае лишней, давайте говорить не о конструктивной оппозиции, а о конструктивной позиции. Вот конструктивная оппозиция по жизни, будь она противостоять, она будет любой позиции. Если это конструктивная оппозиция, я убежден, что с помощью только конструктивного диалога можно что-то менять. Никакая сила, никакие другие вещи не могут этого сделать. А оппозиция или там позиция, это делает как раз вот оппозиция. Зачем вставать в оппозицию? Нужно стоять на своем и быть конструктивным в этом диалоге. Это мое убеждение, и я именно из-за этого привержен тем идеалам, скажем так, или тем принципам, тем столпам, о которых говорит и эта партия, и люди в этой партии. И вы правильно говорите, вот вы увидели трех людей, а я посмотрел и на съезде, в том числе, на лица этих людей. И когда ты смотришь, ну реально, ну появляется надежда. Но я вам честно могу сказать, я все время смотрю, есть такой финальный ужин, что ли, благотворительно, перед выборами президента Соединенного Штата в Америке. Ну то есть вот это совсем чуть-чуть отсталось, и там они все сходятся, оппоненты финальные, два кандидата друг с другом. И я смотрела, был такой вечер, его транслировали, где были Трамп и Хиллари Клинтон. И вы знаете, вот я смотрю за спиной Трампа, у меня это личная боль, правда. И за его спиной такие красивые люди, ну то есть в какой-то части, я даже знаю, там это известные журналисты, бизнесмены, то есть это известные во всем мире люди. И картинка невероятная, просто ты смотришь сзади и думаешь, боже мой, какой красивый народ. И меня это всегда там немного расстраивало, объясню почему. Ну вы из города, ну невероятно красивых девчонок, то есть в этом смысле Ростов тогда, ну славный город. А как бы в целом мы живем в России, где правда вот на улице такое количество красивых женщин, как в России, ну это аксиома, ты не встретишь нигде. Красивых людей в целом. И вот мало партий, правда, когда ты смотришь на какую-то партийную картинку, я не знаю, куда эти люди деваются. Где он там вышел, партийный лидер, а сзади молодые красивые люди. Вот мне всегда кажется, что молодые красивые люди, они или в оппозиции, или где-то еще, а все остальные, они в каких-то других партиях. И вот вы абсолютно справедливо заметили, что вроде бы такое название, знаете, и многообещающее, с одной стороны, и с другой стороны, вызывающее, как бы, да, там, такое желание, как бы, подколоть. Новые люди. Ну кто это вы, новые люди? Понимаете, да, Анатолий? Я это же понимаю, я ходил, собирал подписи. Я это выслушал. Поэтому если на самом деле вот это для меня это очень близко идеологии, если это идеология, как бы вам сказать, не то что красоты, а именно уважение по отношению к себе, когда ты хочешь быть спортивным, когда ты хочешь быть здоровым, когда ты хочешь быть живым, когда ты хочешь колечками пальцев ощущать эту жизнь в этой партии сохраниться, то, безусловно, это будет самая жизнеспособная партия из тех, которые появились за последнее время. Поэтому вам удачи. Спасибо. Дима Кустин. У нас такое. А, дорогие друзья, вы как, не устали вообще? Нет. Ну, конечно.